Привет друзья! Привет мои дорогие подписчики! Я вас всех с удовольствием поздравляю с Рождеством! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! Сегодня я приготовлю очень вкусное блюдо из дикой козы. У меня есть печенка из сердца дикой козы. Как всегда, самое важное, это снять пленку с печенки из сердца. Это делается легко. Вот так пленочку поднимаем пальчиком и снимаем. Если пленку не снять, при жарке она будет деформироваться и выдавливать все соки из печенки. Я снял пленки из печенки из сердца и подготовлю соль с перцем. Я использую розовый перец и белый перец с морской солью. Все это разотру в ступке. Печенку из сердца режу на кусочки. Сердце будет кусочками размером с фалангу большого пальца, а печеночка толщиной 1,5-2 см. Это вот такие кусочки. Запах у печенки очень сильный, ароматный, характерный и дичи. Мне он очень нравится. Внутри сердца нужно вырезать все клапана, которые будут жесткими и невкусными. Вот они. Это все мы вырезаем. Вот так раз и выбрасываем. Вот так. Как всегда, я использую только толстостенную чугунную сковороду. На ней разогрето растительное масло без запаха. И я сначала буду обжаривать сердечко. Сердечко горится тоже очень быстро, но немножко дольше. чем печеночко. Две минутки, я думаю, будет достаточно. В зависимости от того, как мы переводили сковороду. Передечко я пока не солю, я буду солить его, когда оно будет полностью готово. Я сейчас поперемешиваю сердечко, чтобы оно равномерно прожаривалось. Чем дольше мы греем сердце, тем оно будет жестче и безвкуснее. Потому что с него выйдет весь сок, и оно станет резиновым. Сердечко уже прекрасно карамелизировалось. Еще, я думаю, пол минутки прогреем и будем вынимать. Для того, чтобы сердечко было мягкое, еще раз хочу напомнить. Мы снимаем с него пленочку. Это очень важно. Я беру шумовку и достаю сердечко. Оно уже готово. Оно уже готово. Это жареное сердечко дикой колочки. Сердечко я достал. Сковорода чуть-чуть остыла, и я выкладываю печеночку. Главное, не переживать сковороду. Печеночка дикой колочки жарится еще быстрее. Я думаю, минутки нам будет достаточно. Мы также ее часто переворачиваем. Видите, сковорода очень слабо загружена для того, чтобы печеночка жарилась равномерно. Очень часто люди делают ошибку, когда выкладывают в свободные места и все по суточку печенки. Из-за этого она будет не жариться, а просто выпускать все. Мы на секунду прервали съемку, потому что память носителя была заполнена, и мы перешли на другой носитель. Это было буквально несколько секунд. Печеночка уже готова. Сейчас я ее буду вынимать. Все, достаем. Начинаю стрелять, потому что уже приготовилась. Все, печенка готова. Начинаю солить. Я солю только что снятое сердечко с огня смесью розового и белого перца и морской соли. Аромат божественный. Все, блюдо готово. Печеночка дикой козлы уже готова. Вот я разрезал ее, с нее аж брызгает сок. Вот так она правильно пожаренная, когда она вот такая слегка с розовым соком. Аромат свежей дичи. Красное вино, как нельзя лучше подчеркивать вкус дичи. Моя гусенькая. Глаз. Пробуем сердечко. Текстура совсем другая. Но тоже сердце мягкое. Сочное. Главное его не пережарить. Друзья, я только что пожарил печенку из сердца дикой козочки. Это очень легкий и быстрый рецепт. Главное здесь скорость. Всем, кому понравилось видео, пишите в описании. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если вам нравится мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Подписывайтесь. И помните, кухня это самое спокойное место.